Христос посреди нас, мои родные, любимые христолюбцы, все, братцы, сестрицы, всем желаю радоваться и веселиться в Господе и умножаться и возрастать во всякой праведности, благости и истине через познание Господа, Исущего над всем, благого Бога, любовь Бога нашего, Иисуса Христа, отвержением себя, несением своего креста, то есть делами любви к ближнему, уповая на Бога, Его силы для Его славы. Такая вот простая формула. Давайте помолимся вместе. Господь посреди нас, Христос Иисус, и я кое-что поговорю. Господи, Иисус Христос, братик наш небесный, благослови с ее трансляцией, да будет в каждом слове слава Твоя, все для Тебя, от Тебя и к Тебе возвращается, ибо Ты — путь истины и жизнь, ибо Тобой все живет и движется и существует. Спасибо Тебе за все, за всю любовь Твою. Благослови уста говорящего, уши всех слушающих и блаженные руки всех печатающих. Да прославишься Ты, сущий над всем, благой Бог, пришедший во плоти в последнее время, благотворящий всем, даже до креста, в чем открылось и явилось имя Твое святое, в которой есть любовь. И мы познали и узрели, что Ты — истинно Бог в воскресении Твоем, ибо жизнь в самом себе имеешь только Ты. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Христос посреди нас, Он живой, братья и сестры. Если мы идем к Нему, и наша жизнь — Христос, а смерть — приобретение, ибо разрешиться и быть со Христом несравненно лучше, тогда мы чувствуем Его. Кто знает, что такое Бог, тому не надо ничего рассказывать. А поговорить я хотел об уповании. Вы знаете, вернее, я хотел один образ и два разных ролика на эту тему записать. Первый я назову упование на Бога, а второй я уже забыл, что я хотел. Давайте начнем с упования. Просто как раз я там читаю же Матфея сейчас на Христолюбе. И вы помните этот образ, когда Господь отправил учеников, понудил их войти в лодку и отправиться на другую сторону, в Генесаретского этого моря. И они поплыли, а Господь потом, упустив народ, исцелив там всех, еще проповедовав, уча их, пошел по морю. За ними вслед. И его увидели, все ужаснулись, подумали, что это признак. Ну как человек может сходить? У нас же незыблемые законы бытия, сила притяжения одна из которых. Но Господу все равно на эти законы, он не напрягается, чтобы их нарушать. Он просто думает и делает, что хочет, ибо он Бог. И он спокойно идет по воде. И вот все, увидев его, ужаснулись. Но Бог их успокоил, сказал, не переживайте, это я, не бойтесь. И когда Петр увидел Господа Иисуса Идущего, что он сказал? Господи, повели мне, и я пойду к Тебе. Господь говорит, иди. Ничего от него не требовал. Ни поста, ни молитвы, ни подвигов, ничего на самом деле. Даже добрых дел, никакой веры. Он просто, просто попросил в простоте детское сердце. Господи, повели мне, и я пойду. Один, единственный из всех. Действительно, со всеми у Петра недостатками, как у человека, который есть у всех нас. Да, конечно же, его горячность все равно. Порой даже, как бы, что не говори, не зря она приводится в пример всегда. Из всех он, наверное, был все-таки самым действительно достойным, самым крепким, самым горячим. И вот даже в этом видна его, по сути, это и самая простота детская, да. И Господь ему сказал, пожалуйста, где этот закон тихотения? Нет его, и он пошел. Вы знаете, вот этот образ, великолепный образ у Паваня. И, кстати, там-то он идет в контексте, безусловно. Он идет и до контекста, потом после. Я сейчас не буду вам все это раздувать, мы же все-таки не читаем по бумажке, да. Да и нет у меня такой феноменальной памяти, чтобы цитировать вам все дословно. Но там контекст идет и упование, в том числе, как всегда, Господь это показывает. Упование, любовь, все это идет, как рука об руку, как две сестрицы. Ибо это две ноги одного тела, или две части одного росточка. Все это вещи неделимые. Вот. И вы знаете, вот действительно, вы помните, я вам говорю, 13-й Псалом, очень хороший, он, знаете, он такой тезис, или эпиграф, или, как говорят, содержание, ну, как угодно, назовите. То есть, это такой эпиграф нашей жизни. И я вам говорил, что это тезис, или краткое содержание Ветхого Завета. Ну, а область Ветхого Завета, это область нашей жизни до покаяния, когда до пришествия Христа, как в новом Завете, в каждую жизнь нашу. Поэтому мы что можем рассматривать, это описание, что относительно народа, что относительно всего человечества, что относительно самого себя. Оно всегда идет, эти вещи параллельно. Мы и так, и так можем читать Писание. И Евангелие мы обязательно читаем и к плоти относиться, и к Духу. Там все одинаково. И порой один и тот же образ нам говорит и о том, и о другом, как и так, и так делать. И вот здесь образ вот этого тупования просто великолепный. И вот в 13-м Псалме, ну и 52-й Псалом, они одинаковы практически, за исключением одного предложения по-другому сказанного. Да, там, как сказано, там, о любви, что сказал безумен, в сердце своем нет Бога. Это вот грехопадение человека, и, в общем-то, все наши рождения, да, покаяние. А, соответственно, человек, отказывающийся от Бога, помрачается умом, говорит сердцем, нет Бога, и там, да, нет делающего добро. Господь говорит, все уклонились, все стали равными и потребными. Вот, но Господь ищет, есть ли ищущие, жаждущие Бога. И, говорит, грешники, или как там, злые смеются над нищим, над упованием его, что он говорит, Бог надежда моя, Бог моего упования, над надеждой нищего, да, что Господь упование его. Как красиво сказано. Вот, но придется всего на спасение, да. И вот действительно, мы все время, вот люди хотят пойти за Христом, а мы готовы их, вот я сейчас вам на этом образе очень хорошо покажу. Вот эта лодка. Вот это, это можно опять культ, система учения, что угодно представить. Человек опомнился, увидел Христа действительно чистого, да, в Евангелии, в сердце своем. Говорит, Господи, а что, можно за тобой вот так вот прямо, даже по воде, по воде, буря, буря. Что, можно вне культа за тобой идти? Говорит, конечно, иди, дорогой. И пошел. И что мы видим? Знаете, очень интересный образ. Вот, казалось бы, Петр пошел по воде, все остальные побежали. Нет. Они прям бросились. Вау, можно по воде. Помните, как в этом Сплин, да, по-моему, группа вот эта, гулять по воде. Или Би-2, я же не Сплин, по-моему. Гулять по воде, гулять по воде с тобой. Видишь, там на горе возвышается крест. Ну, помните, там вот эта хорошая песня, достаточно очень смысловая. Кто-то, мне кажется, помогал все-таки стихи. А может, они сами такого уровня. Вы думаете, кто-то побежал гулять с Господом по воде? Нет. Это никому не нужно. Нам здесь в культе мягко, тепло и хорошо. У нас здесь все есть. У нас здесь рыбка, веселье там. Мы тут все друг с другом. Зачем нам Христос? Нам он не нужен. Зачем нам эти чудеса? Зачем я буду в них убеждаться, в этих чудесах? Я вот живу, у меня все есть. Пистолет, аптечка, книжка, хлеб. У меня все в доме есть. Все. Все. Хлеб есть, барчик есть, пистолет в сейфе есть, ружье. Аптечка полная, вот такая заваленная на все нужды жизни. И вот такая вот библиотека, шкаф в доме. Зачем мне Христос? Он мне не нужен. Я источник воды живой. Да хватит. Вот у меня есть грязная лужа, мне ее достаточно. Помните, как той свинюшке, как Петр говорит, или той собачке. Мы вроде бы покаялись, отреклись от всего мирского. Мы говорим, все, господи, ты моя аптечка, ты моя книжка, ты мой пистолет, ты мой хлеб и мое вино. Ты моя жизнь, ты моя радость, ты мой учитель, ты мой врач и ты мой защитник. Нет, нет, мы так никогда не говорим. Нам это не надо. Мы посмеемся над упованием ни с чего. Более того, вы знаете, вот у меня фантазия, я не знаю, насколько бурная, но я вам сейчас попытаюсь, знаете, как есть, особенно фильмы, есть, я видел, в Ютубе делают другую концовку на фильмы, допустим, развивают сюжет или в сказках, или кто-то рисует, что-то пишет, ну и снимает такой ролик. Вот я вам сейчас покажу другое развитие событий, чего нет в Евангелии, но мы просто посмеемся, надеюсь, вместе, посмеемся над чем? Над собой, потому что в каждой доле есть доля шутки, в каждой шутке есть доля шутки, а все остальное правда. И вот я вам попытаюсь в шутке это сказать, чтобы никто не обижался, но это правда, братья и сестры. Абсолютная правда. И просто был живой Христос, и ни у кого язык не повернулся, и, конечно, так события не развивались, но я вам сейчас нарисую такой блокбастер. Петр, это вот мы все, мы в этом культе плывем все, и только кто-то решится пойти за Христом по воде. Тебе скажут, что ты дурак? Как можно идти по воде? Ну как можно идти без культа за Христом? Во-первых, мы плывем в другую сторону, а Христос в другой стороне. Ты куда собрался, дорогой? Вон он берег, мы правильно плывем. А человек говорит, мне ваш берег не нужен. Мне берег без Христа не нужен. Мне нужен Христос. Я увидел и побежал за ним. Помните, Петр? Ах, что-то сердце изливается любовью. Помните, Петр, когда Господь воскрес, Иоанн Богослов описывает этот случай только в своем Евангелии. Говорит, ой, да это Господь. И Петр опять бросается полуногой там, или одетый, непонятно, что он там припоясывался, как они там эти рыбаки выглядели. И бросился к Господу даже плыть, ему было все равно на лодку, на рыбу. Вот Петр действительно горячий, понимает. Мы так бросаемся? Нет, нам это не нужно. Мы вот на другой берег плывем. Ты призрак, ты иллюзия. Зачем ты есть? Нет, мы не знаем. У нас вот есть лодка, у нас есть культ, у нас в нем все есть. У нас есть весла, хлеб, тут венца немножко, рыбка, веселье, друзья. Нам ничего не надо, нам мистеря хорошо. Вот Петр бросился. И мы всегда посрамим такого. Человек вырос, вырос из этой лодки, вырос из этого культа, решил пойти настоящим путем, причем единственно правильным, потому что туда, куда они плыли, там не было Христа. Христос шел сзади, догоняя, как всегда, как Господь и с небес на нас шел. Он все время за нами идет. Мы в ад, и он за нами. Поражаешься любви Божией, поражаешься ум промысла, дарованной нам свободы, что он за нами идет, куда бы мы по своей глупости не катились. А он все равно за нами. И вот вы знаете, мне кажется, если сейчас эта ситуация повторилась бы, только без видимого Христа, ну, при видимом Христу, ну, кто будет там это делать? А вот вы знаете, если бы Христа не было, человек бы решил из лодки бы пойти, или просто ребята были бы немножко не в разуме, вот эти, которые в лодке, вы знаете, как эта картина бы развивалась. Они говорят, так давай-ка, родной, возвращайся, ты что тут выпендриваешься? Мы все в лодке, а ты за Христом пошел. Вернее, это могло быть и при Христе, если бы люди были немножко безумные. Слава Богу, ученики Христовы, те, которые в лодке были разумны. Ну, или, по крайней мере, большая часть, а мы знаем, эффект толпы. А вы знаете, если была бы часть другая там, или вся часть безумцев, вы знаете, картина могла бы по-другому развиваться. Они бы сказали, дорогой, давай-ка, возвращайся. Нет, ты не хочешь с нами плыть в нашем культе, в никуда, к непонятному берегу. Прям берут весло и давай его по голове. А что там еще в лодке? Гарпун есть, давай гарпуном его. Давай в него кидать, сеете на него. Ну, в общем, все еще в лодке. Я вас уверен, человек этого потопит. Его потопят, ко Христу ему дойти не дадут. Либо ты с нами во тьму кромешную, либо мы тебя сами задушим собственными руками. Это наша жизнь. Мы сами идем не туда, и других за собой. Слепой слепов ведет. Плывут к берегу. Христос говорит, вот он я. К нему Петр побежал. Нет, бы все бросились в эту пучину. Они еще, ну, они, слава Богу, добивать Петра не стали. Он сам усомнился и стал тонуть, и Господь его спас. Но мы с вами в жизни делаем именно так, как я рассказал. Я думаю, сомнений. А кто уж тем более попытался пойти за Христом на себе, на своей шкуре. Все это испытал, что я рассказываю. Тебя потопят, тебя обматерят, обзовутся, тоной назовут, хотя ты идешь за Христом, а не ему противишься. Тебе скажут, что культ – это лодка спасения. Хотя Бог ее лодкой спасения называл. Он сказал, я есть путь. И Петр из них, из всех выбрал правильное решение. И даже за сомнение, после которого он стал тонуть, Господь его укорил. Укорил в маловерии. Ничего себе по воде пойти за Христом. Буря, буря – это образ искушений, соблазнов, страданий, скорбей. А он пошел. Вот вам. Не знаю, я надеюсь, повеселил вас. Хотя в этой шутке я веселю. И надо специально, знаете, если к жизни относиться слишком серьезно, можно застрелиться. Вот. Это так. Это так. Ну, вы знаете, лучше быть Петром. И лучше погибнуть от гарпуна своих же братьев, чем вообще приплыть туда, где нет Христа. Понимаете? Вот. Это понятно, что это вам образ. Я разыграл картину, вы скажете, ну, он же шел туда. И все такое. И он же сам их отправил на лодке. Да. Я вам просто как образ. Вы поймите, притчи, как и Господь, их можно современную выдумать, придумать. Ну, я взял евангельские случаи. Вот. А то, что в жизни, я думаю, что каждый, особенно кто испытал на своем горбу, тут даже посмеется вместе со мной. У кого есть чувство юмора, тем более над собой, потому что мы все это испытали. Ну, это так. И выбор у каждого свой. Если честно, у меня путь за Христом. Мне лодка культа не нужна. Я вижу Христа, и какой бы этот путь казался не страшным и невозможным без культа приплыть, я лучше пойду по воде. Чисто вот так вот. А плыть в лодке, которая почему-то плывет от него в другую сторону, я не хочу. Я услышал голос его, я его увидел. Сначала усомнился. Мне все кричали, что это призрак. И сами себе кричали. Но Господь мне сказал, я не призрак. Это я. Не бойся. Я спросил, Господи, а можно вот так? Он сказал, можно. Я ему говорил, что все, что у меня было, все, что у меня были какие-то мысли о культе. Сам я к некоторому культу, к православному пытался. Да я не пытался, мне вообще не нужно было, так жизнь свела. Я ему говорил, я просто хотел уединения, и так вот все срослось. Я относился к этому вообще ровно. Я никогда не был культовым. У меня культа от рождения, во мне этого нет. Иначе я бы с юности принадлежал бы каким-нибудь конфессиям. Я искал всегда и знал, что Бог в душе, как говорят, а так и есть. Христос внутри тебя логосом. И да, он открылся, конечно. Мы христиане любим поэтому всех. И друг другу еще передаем эту истину. Делимся этим счастьем. Что Господь не только внутри тебя, но для свидетельства и внешне явился. Потому что я когда тоже жил по своему Богу в сердце, конечно, я много падал, много было неверия, сомнений. Когда я увидел его любовь в его кресте, мне сомнений не стало, что моя природа – это любовь. И я понял, что я жил-то, я и хотел жить в любви всегда, хотел всех любить. Но зачем? Я знаю свое бессмертие, а тут же сомнения. Но правда, а есть стопроцентная уверенность, что все-таки меня черви не съедят просто так, и души-то нет, а Христос воскрес. Вот вам. Евангелие – это счастье, это свидетельство. Хочешь – верь, хочешь – не верь. Апостолы лишь передавали, и мы с вами. Кто хочет, пусть верит, кто не хочет, пусть не верит. Можно усомниться и в историчности Христа, что делали многие люди. Целые течения возникали. Ну, пожалуйста, умрут все равно, увидят. Хорошо взывал Иоанн Креститель. Кто вам внушил бежать от будущего гнева? Ну, кто? Ну, кто такой может? Ну, как? Ну, посмотрите, люди, на себя. Смерть окружает нас каждую секунду. Господь специально сделал бытие тленным, чтобы мы одел на эти кожаные резы и проклял землю в этом плане, чтобы мы одумались. Это лишь этап жизни. Вот такой вот образ, образ упования. Упование – это здорово. Тот, кто идет прямо за Христом, идет самым коротким, самым верным, самым радостным и счастливым путем. И не важно, что он идет по воде. Казалось бы, под ногами нету почвы, а он идет. Мы идем практически по воздуху, но по воде. Куда мы идем? Вот он, Христос, всегда рядом. И если я даже чуть в сомнениях поколебался, мне не нужна лодка собратьев, мне нужны услуги культа. Бог меня поддержит. Он меня поддержит, скажет, ну что ты, маловерный. Поднимет меня, скажет, продолжать. Бог не оставит человека никогда. Поэтому не бойтесь этих страшилок. Бог есть любовь. Вы помните, как мы Евангелие сейчас читаем с вами. Сами, я надеюсь, вы читаете. Он все время говорит, что я пришел не губить, а спасти души. Отец никого не губит, хоть желает спасения каждому. Я не сужу никого, и Отец не судит никого. Бог есть любовь. И один способ с ним соединиться, и один путь к нему. В любви пребывать. А любовь – это слово деятельное, это дела любви. Причем не сверхъестественные, начиная с бытовых, помыть посуду, поцеловать, обнять, посмеяться вместе, поплакать вместе. Все, во всем этом есть любовь. Ну, так вот. На этом все. Я сейчас вспомню. Ну, по-моему, я хотел вот про церковь или культ сказать, что это лодка. Наверное, так. Что-то мысль немножко у меня убежала. Но если сейчас вернется, если Господь положит на сердце, я ищу ролик. Потому что мне почему-то на этот образ, вот этого сюжета настоящего, исторического, как они видели, как Христос ходил по воде. У меня что-то вторая мысль была. Если Господь сейчас положит на сердце, я запишу еще ролик. Давайте поблагодарим Господа. Господи, Иисус Христос, сущий, неизменный в слове своем Бог, Ты сейчас здесь с нами. Мы радуемся и благодарим Тебя за все. Чувствуем Тебя. И ни граммы не сомневаемся, ни капли, ни тени сомнений, что Ты есть всегда с нами, что Ты Бог и что Ты любовь. А значит, Ты можешь все и хочешь дать все. Потому что Ты Бог и Ты любовь. Поэтому Ты даешь всем просто и без упреков, не только мудрость, но и все, что нам на пользу. Спасибо Тебе за все. За эту трансляцию, за всех, братьев и сестер, Господи, благодарю Тебя лично. Да пребудут все Твои благословения на нас, всех алчащих и жаждущих истины. То бишь Тебя, потому что Ты и есть истина. Ты есть Бог и Ты есть любовь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Ну все, братья и сестры, всех вас нежно целую, крепко обнимаю. Делитесь роликом, ставьте большие пальцы вверх, если нравится. И если не нравится, все равно всегда ставьте большие пальцы вверх. Все мои адреса, канальчик наверху, кто не знает, кто впервые смотрит. Все контакты внизу для связи, а все полезные ссылочки всегда справа. Всех храни Христос, пока-пока, до встречи в следующем ролике.